Уважаемые коллеги, начнем вторую часть дня. Я вот так спонтанно удостовался честно вести эту часть конференции. И сейчас у нас, уважаемая Галина Александровичникова, и доклад «Трансформация архитектурного пространства в городах в эпоху глобализации, гибридизации и эксплуатизации». Пожалуйста, уважаемая Галина Александровна. Мой доклад, наверное, будет относиться к разряду тех докладов, которые, если сказать, фрагментарны, без проблем кризиса архитектурного мышления. То есть я думаю, что это в одном аспекте, вот это дорога, как же работают архитектуры, и вообще как изменяется город и городское пространство. Я думаю, что один из факторов, как он показал, что сейчас время такое, когда мы с первым стременяются фигуры, меняющиеся пространство. И мое выступление будет посвящено тем адаптационным техникам, которые стали использоваться в архитектурной практике. Я думаю, что одним из факторов, который определил кризис современного архитектурного мышления в последние 10 годы, является постоянная, беспрецедентная по масштабу скорость и вторжение культурной формы, образцов и нормы традиционной структуры. В социологии культуры даже культурная традиция, клеточная лобализация, то есть это явление, которое где-то может быть хорошо заметно, где-то не слишком хорошо, но то, что оно пронизывает все структуры и коры культурного пространства города, страны, это безусловный факт. И можно, наверное, сказать, что в настоящее время и архитектура, и города, они проходят испытания вот этой вот эпохой быстрых перемен. Смешение, скрещение, сочетание несочетаемого, эти процессы прослеживаются в настоящее время в совершенно разных сферах. Это и гибридное искусство, и гибридные войны, и вообще гибридизация стала отниместой, как часто используемой термины в теории культуры и в некоторых проявностях, в теории глобализации. В принципе, проскультурное смешение ставит собой, безусловно, такой творческий процесс, который характерен не только для нашей годы. Конечно, сразу в истории вспоминаются такие периоды, которые родили удивительные по богатству форм архитектуры и образцов, родившиеся на стыке таких очень различающихся культур. То есть, например, римская архитектура, которая испытала влияние восточных образцов. Но в настоящее время, конечно, по сравнению с античными временами и с мистическими временами, скорость изменений и бесконечные инвазии, они, безусловно, не идут ни в какое сравнение. И постоянно идет нарастающая культурная диффузия и вот такие же культурные коммуникации. А в результате взаимодействия культур, которые выплескиваются за ангало своего традиционного формирования, рождаются культурные гибриды в виде разнообразных смешанных форм, которые как раз и помогают приспособиться к этим чернородным инвазиям. И вот смешение локального и глобального происходит совершенно в разных схемах. Вот представлены такие простые и ясные образцы, сочетание того, что присущее локальному, к тому или иному конкретному месту и глобальному таким вот форму. Это в России и Китае, где два-три примера, но можно найти, я думаю, совершенно много других похожих образцов, когда, например, тело жилого дома отмечается совершенно таким локальным фрагментом традиционной архитектуры для того или иного места. Ибо вот показано, что, как мы видим, в коническом завершении мира в Волгограде, это совершенно такой, ну, как сказать, усадебный русский дом вдруг взлетел на несколько, на 20 этажей. Или вот то же самое, в Сиане мы видим, это китайский город, который был модернизирован очень сильно в Олимпиаде 2008 года. И много-много застройки, которая вдруг неожиданно получила вот такое традиционное завершение в виде китайских крыш. И когда мы рассматриваем вот такие, ну, скажем так, архитектурные гибриды, то можно встретить совершенно различные сочетания и типологических форм, типологических черт зданий, и элементы, и функции, и формы. И могут наблюдаться совершенно разные схемы вот этого вот скрещения и смещения от полного растворения локального к глобальному, например, до так называемой прагматической интеграции, когда принятие чужого имеет чисто внешний парадик, а ориентация все же останется на свои традиционные ценности. Опять же, обращусь к социологии и культуры, которая говорит, что в настоящее время появилась такая матрица глобализации, когда вот в эту матрицу вкладывается абсолютно локальное местное содержание. И вот рассматривая формы и элементы, из которых складываются архитектурные гибриды и, так сказать, способы этого смешения, собственно говоря, и составляют основу его доклада. Вот здесь на этом слайде показана такая типология, или, так сказать, способ рождения вот этих архитектурных гибридов. Первая часть – это как раз как они складываются, каким образом. То есть это может быть либо урганистическая фанья выроская, фанья, которая может быть слишком гибридным характером видно, но тем не менее вот это многообразие всяких различных форм, она и составляет вот эту вот фаневую морфологию и разнообразную такую вот основу. Второй тип – это когда родильные элементы, как и ману, такие вставляются, присоединяются или приливаются друг к другу. И третья часть – это монолитные гибриды, то есть когда под единым таким вот пространством, под оболочкой, рождается, так скажем, город внутри города. Все остальные способы гибридизации, они, в общем-то, в каких-то переходных таких фазах находятся. А второй тип – это вот я думаю, что такая типология тоже возможно рассмотреть, а из таких же элементов происходит это смешение. И можно выделить три типа – функциональные гибриды, типологические и формалистические гибриды. Хотя, опять же, вот в чистом виде встречаются такие комбинации, но немного и, скажем так, в смешанной форме. Если говорить о функциональной гибридизации и вот как гибридоргонистической пани, это, конечно, очень распространенное в последнем два десятилетия. В принципе, то, что называется «микс-юс-девелопмент» или «микс-юс-зонирование», то вот здесь как раз конкретно строительном уровне показаны примеры. Они и, в общем-то, можно найти повсеместно. Это европейские примеры, когда формируются такие комбинации жилых таков, культурных, производственных, институциальных функций, как правило, на реконструируемых территориях. Либо это портовые зоны, вот как в данном случае показано, например, Голландии или на примере Германии. Если говорить уже о уровне, скажем так, зданий, что может быть монолитом гибриимом, очень много можно найти подобного построек. Гибридные здания сейчас тоже очень распространены. Когда в одном объекте собирается опять же вот такая комбинация, которая позволяет назвать его, может быть, «город в городе». Это обликс Дарг в Голландии, построенный в 2013 году, состоящий из трех башеных и основных блоков Западное и Среднее Восточное, которые тоже из себя представляют кондумерар смешанных жилья, офисов, общественных функций. И вот пример того же 2013 года, один из элементов в муском СИЗе, в котором невероятно совершенно собрано количество функций. И количество людей, которые ежедневно посещают эти объекты, они приближаются, в общем-то, по своему... Можно сопоставить с небольшими городами, то есть около нескольких тысяч человек, которые отдыхают, а 5 тысяч человек, что очень свойственно маленькому европейскому городу. Еще один пример – это функциональный гибрид, то, что он, можно сказать, способом трансплантации создан, когда присоединяются отдельные части функциональные одно к другому. Часто он используется как раз при решении вот такого торгового объекта, когда это одна ведущая функция, но в данном случае торговая является ведущей, функциональный гибрид и остальные уже на горизонтальном уровне. То есть, может быть, это миксирус, сонирование развития либо под рептифалией распространяться, либо под горизонтали, либо опять какие-то смешивания существуют, вот такие вот вариации. Если ведущая функция жилья – это тоже не обязательно торговля, то вообще эта тема стала даже достаточно ясно проявляться в современной архитектуре, и даже вот эти комплексы, они так и называются, либо органистические гибриды, либо вот тут вот связанные гибриды живой, то, в общем-то, желая функция дезиндуарная, когда в лимфинге были собраны и офисы, и общественные функции, и операционные пространства, ценность в субботу. Вообще, это вот такое вот гибридизация, но в персональном уровне это, в измерющем уже так, показывает нам рождение новой культуры, потребление дорожного пространства, которое связано вот с этим понятием «mix use», когда совершенно новая социальная такая потребность и у горожан рождается для того, чтобы чурчик и экономический эффект, как вы говорите, тоже связан с тем, насколько комбинации собраны выигрышно, и насколько они удобны, функциональны, как выводы связаны между собой. Еще один вид, это назовем как типологическая гибридизация, когда собираются, ну, может быть, и функции, так, но не в значительной части собираются комбинироваться между собой, но, главным образом, это разные типы архитектурно-пространственные. Вот здесь представлены два примера. Первый пример – это в Швейцарии такой вот квартал, который так и получил название «Городской гибрид», где сельские и городские, как бы, типы жилища, собраны воедино, вот как раз на схеме, показаны эти разные типы, и вот такой вот квартал, который дает ощущение, ну, вот, некой новой среды, и не городской, и сельской, а вот такой вот комбинации сочетания. Или еще один пример – это террасный дом-дом-патио вместе собран, хотя и элементы функционального смешания тут тоже имеются. Интереснее, такую вот структуру представляет из себя формалистическую гибридизацию, когда, как и нарочито, соединяются совершенно неспособными то или иной функциональному использованию предлагается новая форма. Очень интересные вот такие вот структуры, когда пятипроводы или мосты оформляются в виде собора, что, ну, вообще, мы знаем, конечно, мосты, а помоялись торговыми улицами, или вот этими торговыми пространствами, а здесь идет формирование сада. Парк эстакада уже в Севере, в общем-то, создан, а в настоящее время рождается вот этот сад в Москве в Лондоне, который должен представить, в общем-то, не просто это засажение зелеными, озеленение вот этого вот зеленого пространства, но и которому одновременно и быстро начинять должно быть такой большой упаковочный рост, который должен раскрыть, как бы, все богатство английского паркостроения, с одной стороны, а с другой стороны, показать вот те местные растения, которые в последние реки Темза произрастают. Вот такая комбинация. Архитектор Стивен Ко, который в Пекине был предыдущий пример показан, он вообще гибридизацию как некому методию собственного творчества использует. То есть пористость, вот у него такая тема, гибридная архитектура. И вот здесь вот очень такой показательный пример. Это проект, который получил название парусным гибридным, гибридным парусным, что я так его можно назвать, когда происходила реконструкция казино вот в этом городе, в Бельгии. И источником одновременности стала вот эта вот картина, которая висела в интерьере этого казино. То есть парусник, море, и такое вот существует человек, рыба, сидящая у моря. И вот размышления на эту тему, то есть схема показана, каким образом родился вот этот вот объект, в котором можно, в общем-то, прочитать парусник и вот этого вот человека и морские, само здание Базилу, морские бомбы, они сотворяют собой. Или, ну, это очень известный пример в последнем времени, вот этот мартхол, когда опять же жилье вдруг вот в такую необычную форму городского рынка или ангар заключено, и вот такая вот внутри его этого разлизанного по полу цилиндра происходит рыночная, торговая жизнь, такая жизнь города, а само тело, опять же, вот этого ангара представляет из себя жилье и офисное, и из помещения. И в нашей российской архитектуре такие тоже можно найти примеры, вот этот вот знаменитый такой дом Павс или прочее, что и есть образные названия на Кадемском поле, когда, опять же, жилье в совершенно вот такую новую пространственную форму обречено, заключено. На этом случае представлены вообще схемы, общие схемы, которые показывают, ну, каким образом могут вот такие вот формальные гибриды рождаться. Первый, это как раз касается как бы интерьерного пространства, таким образом, там книжная арена, может быть, составлена, и на следующем, это тоже вот этот вот по конечному образу, в конечном счете получается вот этот многоархитектурный образ. Заводя о гибридизации, которые рождают такие сложные структуры, часто получается, что вот это сращивание элементов не позволяет хирургическим или по-группу, которые здесь показаны, просто мотивируют, глобальный антокаменный, не разрушив целый организм. То есть, они могут быть так взаимными, проросли друг в друга, и, в общем, это получилось совершенно нечто новое, целое. Переходя в следующей части своего выступления нельзя не отметить и противоположную тенденцию, и альтернативную тенденцию гибридизации, это формирование антуарных, когда городские структуры формируют такие изолированные архитектурно-строительные пространства, места. И это может быть с одной стороны анклавой глобализации, то есть изолированные института глобальной архитектуры структуре традиционного города. И вот это чужое, оно и остается неким обособленным объектом, и не растворяется в городе, и не соединяется с ним, как и существует и совершенно отдельного роста. Пример которые я нашла, мне показались не более яркие, это на последнем, ну, из последних объектов Захих-1. Первый пример это вот этот вот комбекс галакси-сока в Пекине, который с одной стороны, когда читаешь про те галакси, которые рождали этот образ, вроде бы авторы хотели и традиционную китайскую архитектуру, и, то есть, пекинскую, здесь использовать, вот эти внутренние дворы, или форма самих ваших должна была бы как бы таким образом отталкиваться от китайской лапши, которая традиционная, но тем не менее, вот все же надо сказать, что этот объект сейчас с города не строится, и хотя Пекин сам крайне многолетний город, здесь какая-то удивительная такая поваленность царит, особенно в интерьерных пространствах это такое отторжение свойственное, хотя второе еще может быть такая политическая терятна это объект защитников традиционной архитектуры Китая, китайский фонд сохранения культурного наследия, он отменял архитектора в том, что комплекс наносит урон к историческому центру Пекина и разрушает пейзаж старого города, в общем, где-то в таком мирном периферии расположен, а в одном старых районах не соответствует строительному плану сохранениям вот этих традиционных кварталов. Та же история случилась вот с этим объектом, это центр модной модной индустрии в Сеуле комплекс, который был построен на месте рынка, связан с одеждой, с производственным дизайном одежды, и который этот объект должен был эту функцию в себя внести, но, честно говоря, так и он не остался, хотя сам Сеул это такое очень сложное градостроительное образование, сложное градостроительное тхар, а здесь наоборот такая простая форма, и в общем-то жители тоже не воспримели этот объект, но, в общем-то, он так и смотрится, как нибы летающих дарёжей. В своё время я была в Баку, увидела тоже объект официального гидара оливьего, и вот это ощущение такой чужеродности для города и даже концептуальной невписанности, нежелания вписаться в среду конечно чувствуется. Но в противоположность вот таким анклаву локализации существует и наоборот анклаву локальной местной архитектуры, которые в свою очередь остаются островами внутри современного города. Это может быть пример с традиционной застройкой. Тут мне показалось вот этот пример очень яркий. Это хутоны Пекина, которые остаются абсолютно таким национальным состоянием города и жизни в них такая, которая наверное и сто лет назад осталась. И еще один пример мне показалось тоже можно привести сюда же. Это современный объект творец правосочетание в Казани, которые вот эти национальные ценности, национальные формы пытаются утвердить и противопоставить жирской застройке дом семьи под названием Казани. И я подвожу к черту и выводу своего выступления хотелось сказать, что конечно небольшинство из вот этих новых гибридных архитектурно-продостроительных типов они могут оказаться как гибриды очень временными такими однодневными. Но вместе взятые они показывают, что в общем-то идут такие поиски и стратегии, которые позволяют городам и архитектуре адаптироваться к полному струберу существования, переработать и парировать себя иное и как-то его освоить в этих современных и современающихся условиях. Спасибо. Спасибо. на прошу вопроса. Кобяков, у меня такой вопрос. Вы, наверное, не раз на него отвечали уже на этот вопрос. Не совсем понятно. это когда не в моде слово гибрид, терм гибрид. Вот мы всегда работали со словом многофункциональная, структура. Сейчас появилось это слово гибрид. Вы как сами оцениваете отношения к этому? Это что? Это просто моральная усталость от этого слова, многофункциональная. Хочется какого дозвижения или в этом есть какая-то внутренне логика, смысл каких-то, замена таких? Тут я тоже размышляла над этим вопросом, но я даже с точки зрения не только многофункциональности, потому что действительно многофункциональности в традиционном нашем рассмотрении, которое вообще-то наверное многофункциональные комплексы родились еще в советское время. Но здесь некие другие есть, может быть, не очень, а хорошо это раскрыло, то, что эти функции должны между собой сочетаться в определенных комбинациях, определенным способом. и вот то есть по особому сценарию рождаться вот эти гибриды, скрещивания и соединения, а не просто многофункций в одном месте. То есть это должно быть столькофункций, сколько нужно и для того, чтобы создать новое пространство, которое пожилось за счет этих функций. Может быть, я объясняю не совсем так вот точно, как вам хотелось, но вот как-то вот так. И второе я еще хотела вам сказать, что я вот размышляла и на тему эклектики, ведь эклектика это тоже смешение, но смешение стилей эклектика, в общем-то, подразумевается, или форм, которые оторваны, так сказать, от оригинала. А здесь в общем-то скрещивается вообще то, что даже и к стилю не относится, соединяются какие-то совершенно невероятные такие вот, ну, то есть свобода, которая не, я думаю, что она даже граница архитектуры переходит, а вот уходит куда-то дизайн. в самом начале крути, каких четких лет? Пока-то лишнего лета, потому что вообще эта тема гибридизации стала только в конце, наверное, 20 лет, и 20-25 лет, когда стали теоретически об этом задумываться, ну и, конечно, это, прежде всего, западная архитектура это возникло явление, а сейчас в едином потоке и у нас какие-то размышления на эту тему возникли. Еще вопрос. Ну, извините, у меня какие-то вопросы, если позволите, или если у вас вопрос, я вас не выгручу, я хотела, не маленькое выступление я хотела сделать, возникшему вопросу, не вопрос, у меня замечательно, может быть, чуть-чуть побольше, чуть-чуть, хорошо, чуть побольше. Вот в 2013 году вышла такая вышла книга, которая называется New Integrations, изданная на Рудельском университете. И один из основателей исторической итальянской школы Катар, Каталти, размышляя на тему о гибриде древнеримских поселений, гибриде, древнеримскому подходу древнеримских поселений на территории средневековой Англии, имея в виду как раз гибридизацию средневекового поселения древнеримского поселения, критикуя англичан в своей статье здорово нанехал на лектор Бюзе между делом по поводу введения слова многофункционализма, модернистского такого понимания, взамен традиционного, исторического и приятного ушам итальянской исторической школы слова гибрид. Это вот маленький маркер к слову к использованию гибрид и к использованию новых гибридизация это есть отражение процесса организма в городской среде, который органически развивается от момента своего возникновения до его естественной смерти и по ходу его развития набирает те и другие качества меняя функции площади и формы. у меня два вопроса уважаемые Александры Галина Александровна первый первый теоретически второй практически вот рассказывая о гибридизации вы входите в понятие функциональная гибридизация формалистическая гибридизация и технологическая а хотелось бы узнать вы вероятно предноверенно не уходите как третью конструктивную гибридизацию а типологическую как четвертую синтетическую вы специально так делаете вот спасибо спасибо за ваше вот такое размышление наверное дальше надо думать об этом потому что это тоже у меня исследование не многолетнее а в общем надо последнее последнее поэтное ваше уточнение ваше казалось очень интересное а второе чисто практически когда мы рассказывали об анклавах глобализации Галины Александровны вас промелькнуло так что безлюдно то есть можно ли из этого сделать вывод что присутствие людей это один из критериев из этой позиции является ли такой вот хрестоматийный пример в центре Европы в общем предмет нашей гордости культурфорум в Берлине вот таким анклавом глобализации потому что там всегда пусто в Атрихерпатдамар плац которая появилась намного позже и там всегда много дороги вот в чем здесь хитрис вы знаете вот для себя да лично этот критерий всегда использую когда пытаюсь ответить на вопрос вообще город принял этот объект или не принял то есть действительно люди стремятся туда пойти прикикать или этот объект для жителей города для которых вот как вы говорили было надрисован или он адрисован не тем людям и никому городу а вот жители по каким-то причинам его не хотят считать своим так так то есть я вот этот критерий такого человеческого освоения или социального освоения считаю наверное он не назначен для оценки объекта в русском городской или в русском кроме эстетических или таких еще или спасибо а вот я отвечу на ваш вопрос по культурфоруму дело в том что он строился в 50-е годы строился в пустом там жилые районы все были снесены во время войны я с тех которые замокнулись и не подумав и вызвали там культурный центр не для кого потому что рядом был восточный интервью засуним поэтому такой случай приглашу просто сейчас это буквально страшно поворачивали зал и там никого нет и там вот формалистическое показание формалистическое формализация приводит к диспункции да в частности нам показали нам показывали что касается двух остальных кондикационных движений здорово стихологическое и функциональное то наверное тоже могут быть такие же дискуссии если примеры поискать конечно есть потому что сказать что это способ приводящий успех может быть даже 50% успеха 50% это нечто такое которое будет то что вы назвали диспункцией и наверное оно быстро перестанет существовать то первое что время здесь или преобразуют то есть это не является действительно техникой которая рождает ответ на вопрос это у нас уже поиски перейдут что делать как же работать на этой ситуации ну давайте будем работать вот так попробуем единственное замечание то очень дорогостоящий способ пробовать попробуем попробуем построить вот такой город потом попробуем такой здесь сотрудничество и действительно я вижу здесь действительно разные вещи это много писалось в свое время это писалось 20 лет назад и так далее много функциональной на строение и все прочее а то что сейчас такая много эстетичная гибридизация это конечно люди на поводу массовой культур то есть они как бы смешивают истинную культуру скажем такую уже устоявшуюся со всеми устоявшуюся это можно привлечь определенное количество людей вот и это может постепенно и постоянно вести такая смесь нарастание или гибридизация что-то снимается что-то убирается если это будущее нашей культуры то конечно немножко это все печально вот и хотелось бы понять есть здесь какая-то еще какая-то разминка что-то можно выйти из этого кубика по различным пауру здесь и вкуса или претензация сложно вопрос мне хочется сказать что момент какой-то вы должны быть но я не знаю то есть то что процесс этот идет процесс в этом как двадцатка лет наверное не больше да и к чему он приведет может быть это вообще будет оттуда садится вообще такая форма да 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 будет возвращение нам в чистоте какой-то вот актив можно еще вопрос еще вопрос вопрос маленький по поводу гибридов локальных и глобальных просто кажется что гибрид это смешивание свойств получается что гибрид который локальный он обладает а гибрид который глобальный он свойствами никакими не обладает это контейнер который набивается в общем то у есть безлипий универсальный контейнер который естественно глобальный а внутри него появляются локальные вещи и в общем то что вы пример привели есть вообще примеры когда глобальное оказывается в локальном почему допустим если какой-то объект глобальный оказался в локальном и его приняли он же становится сразу локальным то есть он уже не глобальный а в чем тогда свойство глобального если не те что он остается глобальным но реально еще знаете этот термин глокализующийся в котором и локальнее и глобальнее тут же вот так объединяются а какие что за свойства глобального которые можно вот так вот обнаружить внутри локального опять же мой вопрос агруз который я на него сейчас ответить не готова смотреть конкретные примеры разбирать причины и сказать почему так получилось а не не то есть какие застроить такие выводы на основе тогда ваши вопросы стоять как бы пока я в таком постановке проблем собственно говоря мое выступление хотела показать что вот этот вот кризис архитектурной деятельности мышления он обоснов обосновлен очень быстро меняющимися ситуациями в которых опять же что-то надо делать и один из приемов таких приемов стал использоваться и вот такой вот прием а более кожу мукове изучения наверное требует и отдельное исследование к сожалению мукове Спасибо.